Продолжение следует... Сегодня мы рассмотрим, каким требованиям должны удовлетворять различные элементы доказательства. Хорошее доказательство ведь построить нелегко, и даже знакомство с правилами построения доказательств еще не гарантирует того, что вам удастся построить корректное, убедительное доказательство. Тем не менее, знакомство с некоторыми простыми требованиями, которыми должны удовлетворять элементы доказательства, ну, в какой-то мере могут вам в этом помочь. Главное, конечно, главный элемент доказательства – это тезис. Поэтому с самого начала мы должны посмотреть, каким требованием должен удовлетворять тезис доказательства. Как писал наш русский логик Паварнин, тезис – это король в шахматной игре. И как хороший игрок всегда должен иметь в виду положение и судьбу своего и чужого короля, какой бы ход он ни задумал, так и хороший оппонент, о чем бы он в доказательстве ни заводил речь, всегда в конечном счете должен иметь в виду одну главную цель – тезис, его оправдание или опровержение. Итак, требования к тезису. Многие наши горячие разговоры и споры оказываются лишенными смысла часто именно потому, что собеседники порой не знают, о чем они говорят, что они доказывают или опровергают. Поэтому прежде чем вступать в спор, полезно спросить себя, а что я хочу доказать или опровергнуть? Какое утверждение, какое мнение я хочу передать, внушить своему собеседнику? Отсюда вытекает первое требование к тезису доказательства. Первое. Тезис должен быть сформулирован. В самом простом случае формулировка тезиса имеет вид некоторого утверждения, некоторого утвердительного или отрицательного высказывания. Например, вы не выполнили своих обязательств. Все птицы умеют летать. Вы дурак. Ну или что-то в этом роде. Только после того, как вы уяснили себе, что именно вы собираетесь доказывать, можно приступать к построению доказательства. Можно поступать двояким образом. Либо сначала вы перечисляете ваши аргументы, основания, и затем из них выводите тезис. Либо сначала формулируете тезис и потом приводите аргументы, обосновывающие его истинность. Полезно бывает также спросить своего собеседника, что ты хочешь мне сказать, какую мысль ты пытаешься мне внушить. Встречаются, к сожалению, люди, готовые разглагольствовать часами. Но о чем они говорят, порой понять невозможно. Ну вот, например, объявила полиции награду в тысячу крон тому, кто даст показания, наводящие на след убийцы. И пишет в полицию некий человек. Многоуважаемый господин начальник, убитую знал один мой бывший товарищ по фронту. Я служил в 11-м полку, наш батальон был переведен в Робец. Там одни горы, скалы, пики. В горах пасут скот, главным образом коров, господин начальник. Мой знакомый, знавший убитую, служил уже третий год и отличался прекрасной памятью. Но человек он был грубый и имел чинка права. Он способен убить человека, за здорово живешь. И вот я подумал, что если бы этот мой знакомый поссорился с той убитой, он наверняка бы ее укокошил, потому что всегда говорил, что терпеть не может таких женщин. Два года назад этот человек умер своей смертью в драке. Это Ярослав Гашек в поиске убийцы рассказывает. Ну что хочет сказать этот человек? Совершенно непонятно. Это просто бессмысленная полтора дня. Второе. Тезис должен нуждаться в доказательстве. Вы сформулировали тезис. Теперь спросите себя, нужно ли его доказывать? И вообще можно ли его доказать? Ведь доказательство – это обоснование истинности некоторого положения с помощью других утверждений. Но далеко не все положения обосновываются нами с помощью слов. Истинность некоторых утверждений обосновывается посредством, с помощью чувственного восприятия или практического действия. Сколько бы слов вы ни произнесли, вы никогда не докажете человеку, что, скажем, что огонь сжет, что вода утоляет жажду, что лимон кислый. Он все равно может с вами быть несогласен. А не нужно слов. Нужно просто дать человеку пососать ломтик лимона или подержать его неделю без воды, а потом дать ему попить. И он сам убедится, что лимон кислый, а вода утоляет жажду. Не следует доказывать аксиомы, констатации фактов. Для этого достаточно обратиться к словарю или к справочнику. Некоторые вещи и невозможно доказать. Мы принимаем их на веру. Ну, например, невозможно доказать или опровергнуть с помощью логических аргументов, нравственных принципов человека или его религиозных верований. Такие вещи принимаются на веру. Или, скажем, как вы будете доказывать девушке тезис «Я вас люблю». Что, будете говорить ей комплименты, говорить о буре, бушующей в вашей груди, метать к ее ногам кошельки с валютой? Все это может оказаться притворством, лицемерием, в чем неоднократно убеждались многие девушки. Такие вещи доказываются жизнью. Третье требование к тезису. Тезис должен быть максимально ясным и точным. Казалось бы, это совершенно простое и тривиальное требование, но его далеко не всегда можно выполнить. Очень многие слова нашего естественного языка порой имеют весьма расплывчатые значения. И формулируемые нами положения порой лишь на первый взгляд кажутся ясными. Это ясность обманчива, что и может выявиться в процессе доказательства. Допустим, вы выдвигаете тезис «Тараканский преступник» и обосновываете это, приводя аргументы, скажем, что Тараканский развелся с женой, бросил двоих детей и так далее. Но вам возразят, что до тех пор, пока Тараканский не нарушил закон и не осужден судом, его нельзя считать преступником. Вы используете в данном случае слово «преступник» скорее в нравственном смысле. Ну, может быть, он и моральный урод, но тем не менее, с точки зрения закона, он не преступник. То есть, в данном случае вы использовали слово «преступник» не в прямом юридическом смысле. Ну, столь же расплывчатыми и неясными являются очень многие слова, используемые ныне в политических, идеологических дискуссиях. Народ, земля, собственность, цивилизованность, демократия и так далее. Поэтому часто эти споры столь сумбурны и бесплонны. Неясность цивилизации бывает обусловлена также не только расплывчатостью языка, но и его естественной экономностью. Когда мы произносим какие-то утверждения, то полагаемся на то, что многое невысказанное понимается нашим собеседникам, ну, так же, как и нами. Ну, например, вы говорите в разговоре, скажем, высказываете какую-нибудь простую мысль. «Вчера была хорошая погода». Ну, и собеседник вас обычно прекрасно понимает. Но для того, чтобы сделать это утверждение ясным, ну, скажем, если его нужно доказывать или опровергать, вы должны уточнить, что значит «вчера», какое число вы имеете в виду, о каком месте вы говорите, что вы имеете в виду под хорошей погодой и так далее. Вот только это может придать вашему утверждению необходимую точность. И вот эта неполнота наших утверждений, она, конечно, тоже может сказываться в процессах доказательства. Ну, кроме того, самые простые вещи. Общее утверждение очень трудно доказать и легко опровергнуть. Поэтому в качестве тейса лучше брать утверждения, относящиеся к максимально узкой сфере. Ну, например, вместо того, чтобы доказывать очень общее утверждение «все рынки в России связаны с криминальными структурами», лучше сузить «все рынки в Москве связаны с криминальными структурами». А еще лучше ограничиться частным утверждением «все рынки в Москве». «все рынки в Москве в Москве». Нередко бывает так, что человек выдвигает в качестве тейса некоторые утверждения, а потом в процессе построения доказательства незаметно подменяет его другим утверждением. Эта ошибка так и называется подмена тезиса. Когда начинают доказывать один тезис, а фактически доказывают какое-то другое положение. Случается также еще одна ошибка, связанная с нарушением этого требования – потеря тезиса. Иногда доказывающий настолько увлекается перечислением своих аргументов или посторонними какими-то утверждениями, что забывает о тезисе, останавливается и восклицает «Боже, зачем я все это говорю? Что я доказываю?» Он потерял тезис. Вот довольно типичный пример. Лектор, оратор. «Предметом сегодняшней моей лекции я избрал, так сказать, вред, который приносит человечеству к потреблению табака. О табаке-то когда-то, о табаке, мне решить не все равно. А вам же, милостивые государи, предлагаю отнестись к моей настоящей лекции с должной серьезностью, а то как бы чего не вышло. Так, кого же пугает сухая научная лекция, кому не нравится, тот может не слушать и выйти. Особенно прошу внимания у присутствующих здесь господ врачей, которые могут почерпнуть из моей лекции много полезных сведений, так как табак, помимо его вредных действий, употребляется также и в медицине. Так, например, если муху посадить в табакерку, то она и сдохнет, вероятно, от расстройства нервов. Табак есть главным образом растение. Когда я читаю лекцию, то обыкновенно подмигиваю правым глазом. Но вы не обращайте внимания, это от волнения. Я очень нервный человек, вообще говоря. А глазом начал подмигивать в 1889 году, 13 сентября. В тот самый день, когда у моей жены родилась, некоторым образом, четвертая дочь, Варвара. У меня все дочери родились 13 числа. Впрочем, ввиду недостатка времени, не станем отклоняться от предмета лекции. Надо вам заметить, жена моя содержит музыкальные школы, частные пансионы. То есть не то, чтобы пансион, а так, нечто вроде. Между нами, говоря, жена любит пожаловаться на недостатки. Но у нее кое-что припрятано. Это как в 1040 или 50. А у меня же ни копейки за душой, ни гроша. Эх, да что толковать. Это Антон Павлович Чехов, лекция о вреде табака. Конечно, тезис можно изменять. Это часто случается в конструктивной дискуссии, когда оппоненты постепенно уточняют, проясняют свои позиции, которые были обозначены вначале. Важно лишь фиксировать такие изменения тезиса и не выдавать обоснование более позднего утверждения за доказательство первоначального тезиса. Ну вот, таковы немногие и простые требования к тезису. Теперь требования к аргументам доказательства. Но прежде чем переходить к этим требованиям, полезно прикинуть для себя, а какие собственные утверждения могут использоваться нами в качестве аргументов. То есть положений, позволяющих обосновать истинность некоторых иных утверждений. Ну, во-первых, понятным образом, констатации фактов, истинность которых обоснована опытом или наблюдением, или практическим действием. Ну, например, там, дерево плавает в воде, река Конго дважды пересекает экватор, у подосиновиков красные шляпки. Ну, или оранжевые. Ну, и так далее. Определение понятий, представляющие собой соглашение о смысле употребляемых терюнов. Например, окружность, есть кривая замкнутая линия, равноудаленная от некоторой точки. Или там, геном называют простейшую единицу наследственности. Или там, слово месяц в русском языке имеет то же значение, что и слово луна. Ну, и прочее. Эти вещи тоже можно использовать в качестве аргумента. Далее, аксиомы, или постулаты, или какие-то общепризнанные положения той области знания, в которой относятся наши рассуждения, наши доказательства. Ну, скажем, если вы доказываете теорему в области эвклидовой геометрии, то, естественно, в качестве аргументов можете ссылаться на пять известных аксиом этой геометрии. Если речь идет о физике, можете опираться там на законы термодинамики, на принципы сохранения, на, скажем, уравнение Максвелла и так далее. Если речь идет, задрагивает проблему биологии, там, или относится к вопросам биологии, можете ссылаться, конечно, на теорию эволюции Дарвина, на ее положение, естественно, Бортон и прочее. Или на законы наследственности, скажем, Менделя. И, наконец, в качестве аргументов можно использовать ранее доказанные утверждения. Если вам удалось обосновать истинность некоторого утверждения, то в дальнейших своих рассуждениях вы можете использовать его уже в качестве аргумента. То есть вы видите, что набор аргументов, по сути дела, видов аргументов, очень невелик. Констатации фактов и аксиомы, определение понятий и доказанные положения. Вот и все. Отсюда, естественно, становятся ясными требованиями, которым должны удовлетворяясь аргументы доказательств. Первое требование. Аргументы должны быть истинными утверждениями. Причем их истинность не должна вызывать сомнений. Ну, действительно, аргументы выступают ведь у нас при доказательстве в качестве посылок, из которых мы выводим тезис. Поэтому посылки должны быть, безусловно, истинными, для того, чтобы можно было считать выведенный из них тезис истинный. Нарушение этого требования, связанное с использованием ложного аргумента, носит название «основное заблуждение». Если вы совершаете такую ошибку, то тем самым обесценивается все доказательства. Если вы используете ложный аргумент, то ясно, что никакой истины вы с его помощью обосновать не можете. Но эта ошибка встречается сравнительно редко. Чаще встречается ошибка, называемая предвосхищение основания. Когда вы используете в качестве аргумента некоторое положение, которое может быть и истинным, но вызывает сомнение. Оно еще само должно быть доказано для того, чтобы его можно было использовать в качестве аргумента. Поэтому ошибка называется предвосхищение основания. Вы предвосхищаете использование некоторого утверждения в качестве аргумента. Ну, например, чтобы уже простой пример, который сделает ясно это требование. Оспаривая учение Коперника, один теолог 16 века аргументировал следующим образом. «Земля, – писал он, – не может быть планетой, не может обращаться вокруг Солнца, как утверждает Коперник, ибо известно, что в центре Земли расположен ад, а ад должен быть как можно дальше от неба. Следовательно, Земля должна находиться в центре небесного пространства». Хорошее рассуждение, но вы видите, что человек использует аргумент. В центре Земли расположен ад. Ну, либо это ложное утверждение, и ад расположен вовсе не там, тогда человек совершает ошибку основного заблуждения. Либо, по крайней мере, это еще нужно доказать, что ад находится именно в центре Земли. И тогда мы имеем дело с ошибкой предвосхищения основания. Второе требование. Истинность аргументов должна устанавливаться автономно, то есть независимо от доказываемого тезиса. Если же при обосновании тезиса используется он сам, то мы совершаем, опять-таки, ошибку, которая носит название «круг в обосновании». Или иногда говорят «порочный круг». Ну, ясно, что доказательство в этом случае не выполняет свои функции. Оно не обосновывает истинность какого-то положения. Потому что в обосновании используется само это положение. Ну, вот, скажем, опять-таки, пример сделает более ясно. Скажем, вы доказываете тезис. Оливер Кронвель был психически ненормальным человеком. Можно доказывать этот тезис. Чего нет. Приводите аргументы. Оливер Кронвель был великим человеком. Да, по-видимому. Второй аргумент. Все великие люди были психически ненормальными. Следовательно. Стоп, говорю я, подождите. Второй ваш аргумент кажется мне сомнительным. Он сам еще нуждается в доказательстве. Хорошо, отвечаете вы мне. Сейчас докажу. Значит, тезис. Все великие люди были психически ненормальными. Вот. Оливер Кронвель. Великий человек. Да. Но ведь Оливер Кронвель был психически ненормальным. Видите, вы совершили круг. Вы начали доказывать, что Кронвель был психически ненормальным, опираясь на положение о том, что все великие люди были психически ненормальными. а в последнее положение доказываете, ссылаясь на свой первоначальный тезис относительно крови. Вот вам и порочный круг. Ну, здесь, конечно, это сконструированный простой пример, и круг здесь очевиден. Но когда цепь наших рассуждений достаточно длинна, то порочный круг может оказаться незамеченным, и порочные доказательства могут быть приняты. Но частным случаем порочного круга является ситуация, когда аргументы доказывающего просто повторяют выдвинутый тезис, ну, лишь слегка изменяя, может быть, его выражение. Вот, обратите внимание на следующий диалог. С гонорением. «Мы, великие медики, с первого взгляда определяем заболевание. Я немедленно проник в суть вещей и заявляю вам, ваша дочь нема». «Жеронт». «Так-то оно так, но я бы хотел услышать, отчего это случилось». «С гонорением». «Сделайте одолжение от того, что она утратила дар речи». «Жеронт». «Хорошо, но скажите мне, пожалуйста, причину, по которой она его утратила». «С гонорель». «Величайшие ученые скажут вам то же самое, от того, что у нее язык не ворочается». «Жеронт». «А в чем вы усматриваете причину того, что он не ворочается?» «С гонорель». «Аристотель сказал по этому поводу много хорошего». «Жеронт». «Охотно верю». «С гонорель». «О, это был великий муж». «Жеронт». «Не сомневаюсь». «С гонорель». «Подлинно великий». «Ну, это Жан-Батист Мольер, лекарь по нему в ходе». Третье требование к аргументам. «Совокупность аргументов должна быть непротиворечива». Ну, действительно, если у вас один аргумент противоречит другому, то, следовательно, один, по крайней мере, из этих аргументов ложен. Следовательно, вы совершаете ошибку основного заблуждения, то есть все ваше доказательство разваливается. И, наконец, последнее, четвертое требование. «Совокупность аргументов должна быть достаточной для вывода тезиса». Ну, если у вас всего один аргумент в подкреплении вашего тезиса, то это мало. Доказательная сила одного аргумента обычно слаба. Но если вы приведете несколько утверждений, находящихся во взаимной связи, то можете создать достаточно прочную основу для обоснования вашего тезиса. Однако вот, что следует иметь в виду. Не следует злоупотреблять количеством аргументов. Некоторые люди думают, что чем больше доводов, чем больше аргументов они приведут в обоснование своего тезиса, тем лучше. Это неверно. Среди неряшливо подобранных аргументов могут встретиться и сомнительные, и не имеющие отношения к тезису, а может быть даже противоречащие этому самому тезису. Так аргументов должно быть ровно столько, чтобы из них, с помощью различных видов умозаключения, можно было вывести тезис. Каждый лишний аргумент ослабляет доказательства, дает лишнюю пищу для критики. Ну, собственно, вот тоже простые достаточно требования к аргументам доказательства. Полезно их иметь в виду при построении доказательства. Наконец, последнее. Требования к демонстрации или к форме доказательств, или к экологической связи аргументов с тезисом. Вообще говоря, это обычные требования к используемым вами умозаключениям, которые рассматриваются как раз в курсе логики при рассмотрении умозаключения. Опять-таки, я не могу, было бы неприлично с моей стороны предполагать знакомство у вас с логикой. Вот. Поэтому я ограничусь лишь приведением одного примера. Этого, может быть, будет достаточно. В нашей повседневной с вами жизни часто бывает так, что люди, высказав некоторый набор положений, затем присоединяют к этому набору положений свой тезис с помощью слов. Таким образом. Отсюда видно. Отсюда следует. Но если реальной логической связи между высказанными положениями и некоторым тезисом нет, то эти слова эту связь не создадут. Они лишь говорят о том, что такая связь есть. Но она должна быть действительно, должна действительно существовать. Вот. А когда ее нет, то мы совершаем ошибку, которая носит общее наименование «не следует». То есть тезис не вытекает логически, не следует из аргументов. Ну вот такую ошибку совершает, например, один из героев повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, нашего Николая Васильевича Гоголя. Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные чему признаки из нижеследующего явства. Во-первых, он, и злокачественный дворянин, начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда по причине своей лености и гнусной тучности тела не предпринимал. Во-вторых, в людской его, привыкающий осамый забор, ограждающий мою собственную землю, ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет, что уже явное есть к тому доказательство, ибо до сего, по скаридной его скупости, всегда не только сальная свеча, но даже каганец был потушаем. Ну вот, два аргумента. Человек стал часто выходить из своих покоев, и по вечерам в его людской долго горит свет. Ну какая связь между этими утверждениями и утверждением о том, что он хочет поджечь соседа? Никакой, конечно. Поэтому здесь тезис не следует из аргументов, и доказательства ошибочные. Таковы, в общем-то, простые правила, которые нужно соблюдать при построении доказательств. Они просты, но, тем не менее, соблюдение их полезно. Если же мы совсем не обращаем на них внимания, то получаем доказательства, подобные тому, которые приводит, в частности, Франсуа Рабле в своем знаменитом романе «Гаргантюа и Пантагрюэ». Некий магистр Анатус доказывает, что «Гаргантюа» должен вернуть большие колокола, унесенные им с башен собора. И вот доказательства. Вот я вам сейчас докажу, что вы должны мне вернуть их. Я рассуждаю следующим образом. «Всякий колокол колокольный, на колокольне колокольствующий, колоколя колоколительно, колоколение вызывает у колокольствующих колокольственное, в Париже имеются колокола», что и требовалось доказать. Ну, упаси нас Бог от таких доказательств. Завершая рассмотрение этой темы, дорогие друзья, хотел бы высказать одно замечание. Доказательства и опровержения лежат уже на самой периферии сферы логического, и даже выходят за эту сферу в область психологии или там социологии. Когда мы что-то доказываем, то есть обосновываем истинность какого-то положения, мы это делаем обычно для другого человека, которого мы хотим передать, внушить на некоторую идею, некоторую мысль, решение и так далее. И наше доказательство должно быть убедительным для другого человека. А мы с вами знаем, люди разные, и то, что для одного убедительно, для другого может быть вовсе не таковым. Поэтому само понятие доказательства в повседневной жизни носят отчасти субъективный характер. И хотя, конечно, логика устанавливает общие правила и принципы построения доказательств, но эти правила и принципы часто приходится приспосабливать к аудитории, с которой вы имеете дело. Ну, для иллюстрации приведу всего лишь два примера, и вы легко поймете, в чем за суть дела. Как-то задал я одному мальчику детский вопрос, достаточно распространенный. Что тяжелее, килограмм перьев или килограмм железа? Ну, конечно, воскликнул он, килограмм железа тяжелее. Да нет, говорю я ему. Неважно, килограмм остается килограммом, к чему бы он не был представлен. Да нет, прервал он меня. Я вам докажу, что килограмм железа тяжелее. Как? Разговор происходил на пятом этаже. А вы выйдете вниз, во двор, вот, а я с балкона вам сброшу на голову сначала килограмм перьев, а потом килограмм железа, и вы сами убедитесь, что килограмм железа гораздо тяжелее. Вот доказательство. Оно кажется очень убедителем для этого мальчика. Чтобы его опровергнуть, мне надо было пуститься в обсуждение законов механики, сопротивления воздуха и прочих вещей, чего он еще, конечно, не понимает, да и я не очень хорошо в этом разбираюсь. Или вот вам еще один пример. Попробуйте оценить следующее рассуждение и его убедительность. Всем известно, что стадо бизонов бежит со скоростью самого медленного бизона. Когда на стадо охотятся хищники, то первыми умирают последние, самые медленные и слабые особи. Таким образом, естественный отбор помогает стаду, потому что стадо в целом становится быстрее и выносливее после отсева слабых его членов. Но точно так же и человеческий мозг не может работать быстрее, чем самые медленные его клетки. Чрезмерный прием алкоголя, как мы знаем, убивает клетки мозга и при этом, естественно, первыми подвергаются уничтожению самые медленные из них. Таким образом, регулярное потребление пива уничтожает медленные клетки мозга, делая его более быстрой и эффективной машиной. Поэтому вы всегда чувствуете себя умнее после пары кружек пива. Всего вам доброго, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok